Моя основная цель – это очиститься от всех взаимодействий с антимиром, расторгнуть все контракты, отсоединиться от всех эгрегоров, забрать всю свою энергию, которой я могу еще питать антимир, очистить ее, забрать все частицы сознания и своей души, если где-то еще остались. Отказываюсь от всех чужеродных паразитических программ, чипов, имплантов, убираю все утечки энергии. Сейчас на фоне этой болезни мне сложнее стало понять, где у меня, откуда ноги растут, каких моих состояний, которые я озвучу позже. Но утечки энергии было такое, опять, типа астении. Убираю зацепки, на основании которых темные продолжают вторгаться в мое пространство. И вот важный акцент, что возвращаю свой творческий потенциал, возвращаю статус творца, своей реальности. И главное, хочу восстановить работу внутреннего контролера, внутреннего критика, и прямо на подступе определять вот эти энергии и запрещать им вторгаться в мое пространство, выработать вот этот иммунитет уже так сильнее. Когда во время госпитализации появилось в шее неприятное ощущение, как невралгия какая-то, прошло через два дня. А только сейчас, когда дышу, по-прежнему какой-то хруст в шее. Вот мне кажется, в основании черепа. То, что было в одном из сеансов. Потом очень сильно отекли ноги, но это скорее тоже с моим заболеванием. Горло иногда побаливает, хотя давно вот уже не было ничего такого. Сейчас, когда дышу, тоже вот иногда в горле неприятное ощущение. Ну вот эта астения, это считается как побочный эффект после инфекции, усталость такая. Сейчас стала активнее себя проявлять, двигаться, и она стала как-то проходить. Сердце чувствовать стало больше, появился немножко тремор. Ну, надеюсь, что это тоже пройдет, как пройдет интоксикация. Вот что мне было особенно неприятно. Два дня назад на коже появились высыпания. У меня какая-то ассоциация возникла с лягушкой, которая была в одном из сеансов моих прежних. Ну, я надеюсь, что это просто может быть какой-то тоже аллергической. Вот. И тоже было неприятно. Сильная боль в костях, в голени. Ну, хорошо, это через три, через два дня прошло, но было очень явно. Вот. И коротенько продвигусь. Вот по последним сеансам тоже кое-что припомнила из детства. Вступала в октября-то в школе, отказываюсь, очень плохо помню школу, и это было, ну, явно просто нас, вот, возможно, была какая-то присяга, тоже не помню, что мы там, линейка была точно, нам повязывали галстучки и значки. Отказываюсь от программы «Хорошая девочка» вот на основе сеанса Тараса и Ани, потому что, во-первых, вот это стихотворение Ярослава Смельякова, клише на меня вешали «Хорошая девочка Лида». Во-вторых, с пятого класса меня заметила классная руководительница, стала хорошо учиться, старалась, всегда появился какой-то перфекционизм, но такое ощущение, что старалась не для себя, а вот чтобы какую-то похвалу получить. Потом мама смотрела Кашпирогского чумака, заряжали воду, отказываюсь от этого. Читала раздел «Сонник» в журнале «Психологис» и вообще интересовалась толкованием слов «Осказывать». Были моменты, употребляла псилоцибиновые грибы, и возникла ассоциация вот с тем сеансом, где прорыв, потому что я точно помню, что когда в Голландии именно вот их такие крепкие грибы один раз пробовала, то видела иллюзию про то, что я рыба, и мой молодой человек рыба, и мы вот как-то взаимодействуем. И мне это очень не понравилось, потому что почему я подумала, примитивная рыба какая-то. Ну вообще, плюс еще вот это состояние было, конечно, интоксикации. Отменяю этот опыт и отменяю эту иллюзию. Вот. И хочу также отсоединиться от эгрегоров воровства и денежных потерь, потому что, тоже помню, в юности была ситуация, когда, начитавшись современной книги, где там молодые ребята приехали в Англию, им не на что было жить, и они там украли еду в магазине. Я, поддавшись вот этому какому-то азарту, тоже решила в магазине там вынести какую-то мелочевку, помаду, что ли. И почему-то не остановила себя. То есть вот понимала, что это плохо, но сделала, отказываюсь. От этого очень стыдно за эту ситуацию. Вот. Отменяю также все ритуалы в своей жизни, потому что очень верю в приметы. Почему-то всегда считала, что срабатывает с черной кошкой. Всегда, когда он мне перебегал, либо там в аварию попадала, либо что-то случалось такое. Но, видимо, это просто притянуто за уши. Всегда, когда возвращалась в дом, смотрела в зеркало, тоже это в каждом случае этот отменяю. Плевать через плечо, когда вот что-то боишься сглазить. Отменяю тоже, как бы всегда очень стало пышно отмечать дни рождения, собирать друзей, потому что редко виделись. И тоже появился вот этот ритуал задувать свечи. Когда увидела сеанс, отменяла. Надеюсь, что и само отменилось. До вот этой болезни снились сны. И начали сниться яркие. Я их запоминала. Основная смысловая нагрузка, то, что меня пытались отвлечь от сеансов. В одном из снов было такое, как будто бы мне уже там проводят сеанс какой-то другой мужчина. Хорошо вовремя сон оборвался. А я ему как будто уже аспекты там начитывала. Оборвался сон. Потом вот интересный сон был с сыном, как раз который перекликается. Мы с ним ехали в автобусе, вышли, пошли как бы погулять, время погулять было. А когда вернулись, он уже уехал. Я ему говорю, ну давай будем сдать следующий автобус. И мы пошли, пока есть время, в дамскую комнату. И он хотел, он там просто по маленькому сходить, а сходил по большому. Вот как бы это такие. И потом мы смотрим, приехал новый автобус. Ну вроде как вот, то есть очистился, как будто для меня это такая ассоциация была. И пришел новый автобус, и мы уже на нем уехали. А потом еще была очередь, и я такая думаю, как хорошо, что мы успели. Мы вот как бы одни из первых это сделали. И вот еще последнее, что хотела. Увлекалась с юности Сальвадором, творчеством Сальвадора Дали. Сейчас уже понимаю, что этот сюрреализм, а увлекалась настолько, что ездила в Испании в его музей, в Гересе, ходила здесь на его выставки. И мне друзья тоже подарили картину «Разорванная голова Рафаэля». Что-то такое. И я ставила ее на аватарки. А когда я на нее недавно, после моего сеанса посмотрела, ну это же прям разорванное сознание. Там вот просто вот эти клочки. И я ее сняла, убрала. И от Сальвадора... Вот мне еще нравятся импрессионисты, и я понимаю, что где импрессионисты, и где Сальвадор Дали. Зачем мне вот это? Ну то есть я понимаю, что это мои программы притянули это увлечение. Хочу тоже отменить эти все походы и интерес к этому творчеству. Информацию передать мужу Александру, сыну Юрию, родителям Владимиру Галине, сестрам Любови Наташи, свекрови Натальи Николаевне, сестре мужа Валерии, мужу ее Андрею, их сыну Ярославу. И оставить в общем пространстве. Очень хочу выполнить миссию. Надеюсь, очень рассчитываю, что опять откроется какой-то интересный класс истины. Мы что-то интересное узнаем. Ну и главное, почистим. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет 3 найдем в эфирном пространстве эфирное тело Лидии. Лидия. Один, два, три. Висок, энергосфера, как мяч, внизу, как под мячиком, такая платформочка черная, и там как будто это мячик резиновый, вот ее энергосфера, и так почему-то подскакивает. Подключка идет снизу в сектор интерферента. Как-то вот идет как курить грибы. Я такого не слышала, чтобы курить грибы можно было. Это в секторе вот так интерферентов. Вот оно идет, и там какой-то вот такой пласт черный, который считывается, как стягивается из сектора магии. и вот от этого пласта, который вот там где-то под ногами, скажем так, идет вот такая подключка. Она вот так не доходит до сектора принятия решений. Здесь такое, как какой-то гипноз. там разворачивается, и создается какая-то формула. Слышу формула. Формула любви. взаимодействия. Ладно. Сейчас, Вика, все эти программы отодвини. Считай эфирное ДНК. Лидия ли это? Сейчас почему-то в ее пространстве вот так вот очень сильно с правой стороны проявился силуэт и прям как кожа рептилии, как крокодил, прямо ходящий с хвостом. Она вот от него вот так его отпихивает. и с глаз такие тоже идут черные подключки в сектор интерференса. У нее подписан контракт. Считай эфирное ДНК. Это Лидия? Да, это она. Спроси у нее разрешение на работу с ней для нее. Она разрешает. Я вижу, у нее какой-то имплант стоит. У нее вот так как-то правый глаз вот как уголочек. То есть на глазах какие-то импланты и они вот так где уголочки как будто бы они прикреплены и прямо вот так их вытягивает в разные стороны. Правый глаз сектор интерферентов, а левый сектор магии. и какая-то еще программа стоит руки заламывать вот так вот вот так как-то черные руки считывается как какое-то сильное горе что ли. что века больше всего мешает с чего первого начать? Ну давай контракт вытаскиваем. Кто это там? Да. Хорошо. Пусть сейчас Лидия достанет этот контракт. Считай информацию какие условия этого контракта и с кем он подписан. Так, сейчас надо посмотреть что было на физическом плане. В момент подписания? Да, но не могу я прям туда пойти, но как бы нужно сначала зайти. Хорошо. Пусть Лидия сейчас покажет момент подписания этого контракта. В каких условиях и с кем он был подписан. Я думаю, что это вот как она говорила в Голландии вероятно там вот оно где-то там она выглядит что она как будто бы сидит почти в позе лотос. Это вероятно там была марихуана. Мне почему-то идет марихуана или это имеется ввиду что это был какой-то наркотик. И снова слышу курить грибы. То есть какой-то дым завораживающий. Дым завораживающий. Считай информацию что в этот момент когда там Лидия сидела и курила происходило в эфирном плане. Я вижу, что идет вот это образование этих энергетических потоков которые я говорила что они вот так заворачиваются. Она видит это как рыбы. Они вот так как переплетаются. она как сидит и у нее получается попа как будто бы села в какой-то горшок коричневого цвета. Вот и идет вот энергия вот так вот идет как вытягивание энергии. то есть из позвоночника вытягивается и образуется в эфирном плане похоже на ну на хвост. А вот оно что. Потеря энергетического потенциала и собственной свободы и тора приводит к образованию новых существ которые вот имеют такую энергетическую систему как у них подключка хвост вот этот рептильный длинный хвост который энергетически связан с антимиром. Вот почему вот это как говорят рептилоиды враги человечества там рептильная раса и все такое на энергетическом уровне это происходит любой человек считывается как перерождение потеря потенциала жизни и перепад ключка потому что свободный человек у него тор и вот это слышу арт тор творческий самопроизводящий и энергосистема замкнутая то есть энергосистема замкнутая и только в сердечной чакре идет как нить с первоисточником и фактически каждая клеточка как меньшая проекция всей конструкции и я вижу что человек это как среднее звено и планета земля тоже как среднее звено есть как внутренние миры и внешние и мы повторяем внешние миры конструкции вот как оно во внешнем так и во внутреннем пространстве те же принципы срабатывают я вижу что куда утекает эта энергия которая скачивается с лиги считаем полностью считывается иллюзорный мир мир брез квантовое пространство на какие нужды эта энергия используется этим квантовым пространством с этой информацией считается отбеливание что за отбеливание чего именно считай логотипом 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 фальши которые находятся в секторе магии а что это логотипом фальши считай информацию я вижу отбеливание логотипом 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 говорит что он гуру сейчас века снимай все запреты на считывание информации на снятие магии колдовства и прикажи этому гуру проявиться в соответствии с его эфирным днк я вижу что это мужчина но он считывается погребен вот этими рептильными энергиями он как будто внутри крокодила этого прямоходящего с хвостом с длины считывается определить сознание он определяет направленность сознания и и вот он дает лидии а лидия как будто бы села в такой горшок как будто в позе лотоса но вот так как будто в горшке и энергосфера вот так потянулась вниз так я приказываю проявиться всем интерферентам и там такой как прям услышала такой выпад и рапт я с ним бьюсь так заморозь его Вика посади его в банку закрой его там пусть не мешает он на меня напал откусил кусок я с ним побилась так призывай силы кармы Вика и отмени это хорошо я вижу что вот этот кусок который он отгрыз я вот так эту черную энергию соприкосновения считывается вытравливаю как кислотой и сжигаю призываю силы кармы его закрываю а он какой-то странноватый он там черный как крокодил а еще у него такие отросты разные как стеклянные ага квантовый мозг так квантовый мозг чего именно насчитаю информацию какие функции этого мозга оно вот так я вижу как заблудиться заблуждение вижу такие энергии как будто бы пальцы и они вот так вот сильно сильно перекручиваются такой как узелок ну так не узелок а так как спиралька сильно затянутая считывается генетический дефект и в этот же момент по ее глаза вот так потянулись в разные стороны как будто бы на таких каких-то присосках я вот вижу энергосистема вот человека она имеет такие как как пальцы чуть-чуть еще посчитывается оно вот так вот раз и считывает информацию а вот эта паразитическая система она имеет такое как присоска как вантус внутри и оно вот так вот и оно пытается чтобы вот этот это волосинка оно как волосики выглядят вот эти щупы как волосики на коже а вот эти они такие как клеечка как вантус и оно вот так захватывает эту волосинку оно хочет чтобы эта волосиночка не просто прощупала я вижу когда она прощупывает издалека то не соприкасается с этим паразитическим антимером то на определенном этапе оно прощупало сделало анализ и сразу картинку подсознания раз вот и сразу становится понятно что это где-то то есть это правильно неправильно сразу срабатывает вот этот внутренний тритик а когда сильно погружаться я вижу что именно вот эти наркотические вещества они как бы затягивают в эти пространства и вот это этот щуп это наша энергия она начинает затягиваться и буквально так вытягивает в этот вантус и получается что не прощупывает пространство и как глаза вот оно имеет отношение к глазам глаза взгляд когда смотрит он вот так общупывает все дальше ближе сбоку со всех сторон он буквально считывается сканируется пространство энергетическом уровне вот и потом дается картинка на заднем экране вот точно так же вот происходит и поэтому у нее вот это идет растягивание считывается эфирный зум увеличение до эфирного зума вот растягивается по сторонам вот и вытягивается вот оно просто соединяется оно не должно соединяться с сектором магии с сектором интерферентов и уходит туда вниз сектор интерферентов и там кто-то стоит один прикажи этому одному проявиться в соответствии с его эфирным ДНК там стоит то ли стоит то ли сидит существо как человек сверху торс человека как будто бы и какие крылышки у него есть а там где внизу у него какая-то булька а вместо ног такие щупальцы так сейчас Вика снимай все запреты на снятие магии колдовства и прикажи этому существу проявиться в соответствии с его эфирным ДНК снова вот эта энергия такого черного рапта нападающего я ему приказываю заткнуться и там сидеть тихо прикажи ему назваться кто он такой он нападает на этого человека распределителя а этот он наркоман вот этот человек который находится там распределитель этот а вот этот существует что это существует читай там всякие программы идут и я приказываю проявиться хозяину всех этих программ энергетических потому что там есть пруты карусель и черномор все идут там такая иерархия и еще по бокам это все так прикажи проявиться хозяином всего этого комплекса программ он считывается как создатель иллюзий и у него такая в голове как будто такие металлические штуки инструменты как будто бы взрыв в голове произошел как будто бы взорвалась голова или считывается там механические разные конструкции прикажи этому существу проявиться в соответствии с его эфирным днк он такой маленький но сильно черный считывается серафим источник источник глобального зла и источник глобального сервера а что такое глобальный сервер считай информацию вот почему вот этот север сервер оно отсюда саморазвивать холод каприз прихоть пренебрежение конами что что-то спрашиваю этот глобальный сервер это какой-то объект программа что это такое считаю информацию какие у него функции объединить объединить антимиры подчинить подчинить колдовство а что значит антимиры не считай информацию не один антимир несколько там такая коалиция это миросоздание корректированная корректированная коррекция имеется ввиду вот как есть зубы например их там импланты вставляют сверху зубов еще какие-то типа они беленькие хорошенькие а внутри там гнилые и какие функции у этого сервера зачем он объединяет эти все антимиры с какой целью считать информацию подчинить сознание чистых миров под корректировать подсознание коалиции я вижу что там вот этот символ идет человек сверху а снизу как спрут деформация человеческого сознания подчинения также считывается как гравитация гравитация вот это утягивающая энергия которая тянет серединные пути а что такое серединные пути что информация то что связано с воплощенным разумом что имеет физическую оболочку она находится как-то посреди посредине между чем и чем считай оно похоже вот так я тебе скажу вот тор если взять нашу планету землю ну это можно вот так идет такая картинка как планета земля с такими огромными космос мы знаем как эти изображаются магнитные поля они в виде такого тора огромного то там внутри земли есть процессы и вне земли физической тоже есть энергетические разные прослойки параллельные пространства вот а физическая оболочка планеты земля она деформирована она подстроена под сознание вот смерти антимира она такая не красная вот деревья такие обожженные они несут негативную информацию и земля такая и человеческое тело оно тоже как серединный путь оно занимает как посередине вот как матрешка да например там 8 штучек серединная штучка глубинные миры это как наши клеточки сначала органы потом клеточки а потом энергия и получается все замкнуто а потом энергия одинаковая что во внешнем пространстве что во внутреннем пространстве а энергия и информация это одно и то же и замыкается вот этот тор ладно века вот этой ситуации отсоединись и пусть сейчас лидия покажет момент подписания контракта между ней и этим антимиром какой момент он произошел во время того как она курила эти грибы я вижу что в тот момент когда вот этот человек не знаю кто он такой то ли он продавец то ли это была какая-то практика когда он дал там что-то связано тоже с любовью и она принимает у него вот эту штучку белую и пусть сейчас лидия покажет этот контракт который она подписала а ты считай какие его условия я вижу что слышу гребница и она попадает в такое пространство как будто бы под землю и там есть как будто бы этот гриб такой вот как прах какой-то он такой как пыль меленькая идёт считывается концентрация и контракт на подключение подселения генетического материала вот этого гриба считывается физический контракт и физический контакт я вижу что оно считывается как смузи то есть такое смешение что это за генетический материал вот вот я слышу контракт подчинить контроль над разумом то есть вот этот разум светящийся который вот от первоисточника подчинить контроль над разумом энергетическому вампиру я это снова слышу как энергетический вампир этот вот человек с этими щупальцами это существо или эта программа считывается как основа антимира паразитический контакт и это тоже имеет отношение что я говорила как вот эта волосинка и этот вантуз сейчас похоже знаешь как есть такие штучки вот так чтобы девушки волосы крутили они они в баночку вот так прятку волос устанавливает а там такой ветер дует засасывает и волосы так крутятся и делаются кудрявыми волны вот так захватывает вот этот информационный щуп и вытягивает считывается подчиняет он не может вот этого я прямо сейчас вижу как тяжело человеку выбраться с эзотерической практики когда он в нее уже попряс здесь такая сила затягивания страшное и считывается как потеря сознания контракт это подчинение понятно теперь Вика считай информацию скрытый смысл этого контракта какой со стороны антимия или это он и есть подчинение да это он есть но считывается еще как добровольное подчинение и вот эта пыль такая такая пыль какая-то мелко дисперстная она прямо вот с правой стороны там где сектор принятия решений что собой эта пыль представляет считай генетический контакт оплодотворение осеменение спорами вот это и грибницы генетический контакт оно считывается почему-то как разнополых существ вверх это не имеет отношения женщина мужчина имеется ввиду как разноплановых вверх вниз оно вот так как такие идут как этажи сознания информационные этажи и как соединение несоединяемого как впихнуть невпихуемое знаешь вот это захват такой оно противоестественно не должно быть и оно происходит по согласию именно вот это согласие осознанное согласие и дает вот этот контакт дает право этим энергиям взаимодействовать считывается что добровольный вампиризм также это имеет отношение вот к программе принятия все происходит на уровне осознанного принятия или отвержения если человек что-то воспринимает принимает как бы примеряет на себя значит он с этим соглашается если он соглашается в малом то навредить себе то значит он соглашается и в большом навредить считывается всем вселенной ага понятно так сейчас Вика спроси у Лидии видит ли она этот контракт который она подписала добровольно его условия да спроси у нее хочет она сейчас его расторгнуть да она хочет и она мне показывает как она стоит вот этот имплант считывается как руководство родом в такой коротюсенькой юбочке от талии такая как оборочка такая юбочка но она не прикрывает ничего и ноги вот этот имплант как будто ноги уходят обе ноги в сектор интерферентов под контроль считывается дьявольского разума а дьявол это лжец это имеет отношение тоже к этому человеку который вот эти трафареты обмакивает и демонстрирует то есть он например если кто-то согласился в чем-то вот этом черном участвовать то он типа энергетически это выглядит что показывает а вот посмотрите вот Лида это делает значит это хорошо она же хорошая она же светлая она богиня значит она это принимает и это становится как в эфирном плане как примером для других программа соответствия то есть вот эти решения светлых душ подчинится этим контрактам этим соглашениям вот так оно работает понятно так хорошо пусть сейчас тогда Лидия своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда этот контракт подписала и пусть она его расторгнет пусть отменит свое решение курить грибы я вижу что она снимает вот это как будто это такое платье такой какой-то балерины похоже знаешь считывается незащищенность генетическая незащищенность и она вынимает вот изнутри такой имплант а он похож на такую шишечку как металлическая шишка на таком на такой платформе стоит что это за имплант считай он вот был как бы во второй и первой чакре это как магнит магнит для чего что он притягивал сочетая информация он как магнит вижу что из эфирного пространства он притягивал энергию информацию энергия каждая энергия имеет свое ДНК и вот этот имплант он просто притягивал из эфирного пространства считывается как рептилоидные агены то есть вот этого существа у которого хвост вытянут и считается как генетическая деформация отказ от тора пусть Лидия этот имплант выбрасывает на уничтожение порта она это делает я вижу как вот этот имплант на глазах она это тоже снимает и отключает подключку к основанию головы она вот так шла буквой С из головы через сектор магии или сектор ретиферентов как будто такой знаешь в унитазах когда воду подают в унитазе то там такие трубочки какие-то плетеный металл вот эта толстенная трубка металлическая была в голове и она вот так снимает ее то она идет по всем как будто бы по звонкам вот так сходит и уходит вот этот имплант я вижу что ту работу которая проделывала в эфирном плане утра это как раз тоже есть что каждый человек который вот это смотрит видео я как бы настраиваюсь это делаю первое то есть я вот эти соответствия убираю то есть свое отношение к этому сначала я считываюсь как первопроходец почему-то первое вот я это заметила уже давно то есть ночью когда я сплю утром перед пробуждением я понимаю что я в осознанном сновидении но сегодня работала всю ночь спать не могла постоянно вот это мне вот это крутилось крутилось я вижу что это это и здесь ну сначала сама чтобы иметь возможность в другом это увидеть да 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 так и есть а потом то есть я как бы настраиваюсь сама становлюсь как бы способна это увидеть прочувствовать прочувствовать осознать и полное осознание происходит именно уже на сеансе происходит вот это взаимодействие я вижу вот это сердце когда она вот это снимает эти программы то у нее как будто бы грудной клетки костей нет и сердце вот так оно движется и все видно знаешь это сейчас я посмотрю что значит считай вот эта грудная клетка которая скрывает сердце это тоже имеет значение считывается как к определению защите собственного пространства каркас грудная клетка это как каркас как наш дом и вот дверь вот сердечная чакра вот здесь как дверь вот это здесь находится именно вот этот считывающий механизм и если этот считывающий механизм не срабатывает то происходит вот как открыто вход в нижние чакры а нижние чакры это вход в родовые программы это генетический код я слышу вход в генетический код рода там находится как вход в генетическую память предшествующих поколений и будущих как считывается как прогноз будущих воплощений и вот это прошлое воплощение это генетическая память это как фундамент основа рода и от этого зависит прогноз на будущее воплощение чем чище проект тем чище год ну хорошо пусть и в этот момент я вижу как с ее пространство вылетает вот этот он считывается кощунство и кощей вот этот который был как черный внутри а сверху такой колючий что нападал на меня вот он с нее вылетел а на меня он нападал потому что так срабатывают программы предательства они сразу пытаются обезвредить тех кто встает на защиту и так срабатывает вот на физическом уровне все манипуляторы и шизофреники и там нацистические личности которые первым делом пытаются оградить от общения с другими людьми их жертву все пусть Лидия все импланты все программы выбрасывает из своего пространства все подключки убирает контракт пусть расторгнет это все уходит она расторгая она встает я вижу и не отдает эту сигарету какой-то табурет вот это на чем она она дает этому то ли он пидор то ли он пидор что-то вот такое звучит вот этот распределитель ну и и ладно всеми и она ему это все отдает я вижу что это какая-то энергия она белый столбик такой она ему в рот и эти импланты из глаз ему в глаза хорошо и она взлетает у нее крылья она взлетает я ей передаю информацию чтобы она избавилась от программ и она вот так энергосфера вот так увеличивалась и с нее как будто бы выпал как какой-то дракон так что это за дракон информация это вот эти рептильные информационные блоки мы говорим гены но на самом деле гены это информация это зеркало которое как эталон показывает это эталон антимира скажем так развязывается вот эти были жгутики такие вот сильно завязаны они развязываются считываются расторгаются контракты соглашения на связь взаимодействие и я вижу что она вот так себя вот так вынимает такой шар его вот так надувает что а когда она вот это делает считывается дух дух противления божественной власти то есть власть не политическая а власть над пространством власть кона в жизни власть сознания живого над считывается над материальным миром над проявленным миром что лидия с этим шариком хочет сделать она вот убирает и у нее такая как будто бы такие пятнышки на лбу на лице какие-то черные точечки и оно тоже все уходит и вытаскивает вот так из сердечной чакры такую черную штуку изнутри просто вот так считывается чужой она его вытаскивает буквально прорывает и она такой знаешь как этот как слизь и она это все вырывает из себя и отрываются от нее как когти такие с ее пространства я говорю чтобы она на всех уровнях своего сознания ее бытия и мы все тоже это все делаем информацию передаем чтобы каждая живая душа воплощенная отказывалась и отвергала извергалась личного пространства из общего пространства вот вот эти все чужеродные энергии связи с антимиром и гены все гены все информационную чушь и я вижу как оно все заходит в эту разодранную голову этого внизу который там находится этот дали он просто как считывал эту информацию вот и он же сам сумасшедший был он все это видел просто может не осознавал что да может осознавал и туда оно все уходит к этому кому-то жабью кому жабью какой-то жабью что это такое или кто это такое с читой информации оно имеет отношение к образу такой лягушки квакать считывается квакать и лгать а дьявол какой-то жабью жабьё ну понятно в общем пусть Лидия все ему возвращает этому жабью всю карму да все туда пусть поднимается выше пусть все порталы позакрывает сейчас что сейчас меня делает напиши она как бы поворачивает глаза к первоисточнику но не так быстро оно вот так вот ломается от такие конструкции ломается и она просто вытаскивает свой внутренний взгляд с этих порталов и я вижу как она замахнула ресницами прозрачными стеклянными это программа предательства себя и других и программа фашизма да то есть убить как бы свое соответствие это программа также каннибализма духовного каннибализма вот считывается как съесть себе подобного и оно исходит вот первопричина этого у этого как по религиозному дьявол да как лыжец и считывается он как источник лыжи насилия магии эгрегоров вот эти эгрегоры как мы говорим программы компьютерные центры это как раз и есть центры этих эгрегоров вот она освободилась от этой платформы и полетела как в сектор первое источника в сектор миссии и там уже это пространство светлое и она вот так уже как свободная и вот эта вся полоса черная уходит она отправляет это все на полную аннигиляцию хорошо так также пусть она уничтожит этот глобальный сервер чтобы он больше не работал не было слышу слышу контракт корректировки отвергнут а вот оно что вот эти употребления наркотических веществ изменяющих сознание это как бы попытка подкорректировать чистое сознание и подстроить его под сознание антимира перевести стрелки как говорится из программ жизни на программу смерти ну отвергнут и отлично хорошо сейчас Вика посмотри на эфирное тело Лидии а пиши как она сейчас выглядит она стоит ко мне в профиль и показывает что у нее такие крылья небольшие и они вот так затянуты в сектор макии их как будто кто-то отрывает импланты на крыльях знаешь как будто засосало крылья в какие-то резиновые штуки в секторе магии кто-то есть так сейчас прикажи проявиться кто там находится в секторе магии снимай все запреты на считывание информации на снятие магии колдовства и прикажи проявиться слышу человек насильник человек погибель а не вижу никого пока закрывающий свет я вижу как ее энергосистема как будто так покрывается каким темным покрывалом прикажи этому человеку погибель и проявиться в соответствии с его эфирным днк как-то вот так странно появляется как будто бы вылазит кто-то из нижнего порстала какой-то как монстр и у него вот так в пространстве я как будто бы вот третий глаз с этого третьего глаза вот так как одна шестерка такая большая и с этого же места еще одна еще одна так что это за шестерки такие считали информацию оно похоже вот как этот бык раненый бык на коррике когда в него кидают такие штуки копья какие-то и вот эти шестерки на нем на этом существе вот тоже с этими имеет как будто бы это он раненый раны идут вот эти штуки от слышу от серафима вот серафима в это существо да так а что это тогда за существо такое считает информацию он так вот вылазит он похож на считывается я слышу Илья но я хочу увидеть я его таким еще не видела он похож на этого ниньзеля который вылазит оттуда такой такой раненый а почему он раненый по какой причине считаю информацию он считывается как навлек на себя беду гнев и разрушения все в кучу от кого он это все на себя навлек от антимира то есть его этот же антимир и уничтожает да он через то что он делает считывается властью дьявола то этот дьявол навешал на него ярлыки те же самые что но которым он соответствует понятно так а считай информацию какое сейчас воздействие он Илья делает в отношении Лидии с этими крыльями что связано считывается обломать крылья не пустить домой ну пусть сейчас Лидия ему приказывает убрать это воздействие все воздействия от него все последствия пусть на него призывает карму и в портал его на утилизацию ну да я смотрю почему леди чтобы она крючки и зацепки убирала я вижу что крючки и зацепки это были вот эти генетические соответствия антимиру вот эти которые развязывались считывается отелье идет как привлечь катастрофу глобальный коллапс а Лидия я вижу она вот так с этой конструкции вырывает свои крылья и они светящиеся и она этими крыльями как руками вот что-то берет в секторе принятие решений и оно превращается в такой шар этот шар растет растет что это за шар сейчас я посмотрю и она вот так раз тут шар покунулась головой как под воду знаешь как будто опустила и тут как в зеркале голова такого дракона то есть она вот так как опустила свою голову в этот шар вот так знаешь как вот так вот это ее маска лицо вот так как бы прилипло в этом шаре и застряла она вынула свою голову отсюда и считывается цельноправный сейчас подожди сейчас я послушаю да цельноправный объект разума а что значит цельноправный с чатой информацией цельноправный направленный на цельность целостность и я вижу что там голова как будто бы была рассечена на левое правое полушарие так вогнута в эмбриональном существе и она снимает вот это разделение как будто бы такая штучка которым вот такой тесак в котором режут тесто квадрат такой она это вынимает и вот этот эмбриончик вот этот ребеночек с хвостиком вот почему у человека в эмбриональном развитии присутствует вот эта программа рептильное звено она уходит и в этот момент вот так как произошел считывается коллапс этих черных энергий вот так как взрыв такой и вот это все к этому монстру а этот монстр начинает реветь как раненый какой-то быт и он это все вот так как выворачивается как спрут какой-то но у него руки как у лягушки знаешь как низи это лягушки они тоже считывается как жабьё черепашки как жабьё искусители и вот эти брехать брехать идёт одновременно такой смысл что врать но с такой злостью как собаки брешут вот почему говорят на собак что они лают или брешут то есть проявляют такую агрессию целенаправленно целенаправленно и он выворачиваясь это все стягивается с этого вот решения я вижу как леди я вот так выкрутила этот рубильник отменила применение этих всех помощников в зуб она взяла говорит попробовала на вкус и в этот момент я вижу как вот эта спиралька вот такая какая-то генетическая соединительная ткань она вот так очищается от этих черных энергий и считывается освобождается дух хорошо дух о ну как говорят святой дух но только не знает что это такое это можно сказать вот этот закодированный код жизни код совершенства божественного единства с божественным источником гармонии совершенства священный код жизни я слышу это есть этот святой дух и она поднимается вверх у нее как будто бы крылья вообще везде у нее много крыльев шестикрыл серафим у нее когда она летит у нее крылья и вот здесь где коды жизни закодированы где рот и вот здесь считывается согласие и вверху это связь с источником жизни она считывается как равноправность равноправный член чего именно а сейчас надо посмотреть что это за члены тут такие считай информацию равноправный член чего я вижу что это имеет отношение то что к ней имеет отношение это вот это способность считывать вот эти ворсинки волосинки определение членства определение кому кому принадлежишь куда кому принадлежишь к какому пространству вот это прощупывание и считывание информации со стороны вот божественного источника это идет как запрос насчитывание вот порядочный парень он спрашивает у девушки разрешение на все правильно образно говоря да то есть никто никого насильно не берет а со стороны это вот считывается гармоничный член но это не то что это другой смысл там не имеется отношение вот к органу там имеется отношение к гармоничному коду считывания жизни и принадлежность к определенному пространству как член сообщества скажем так равноправный член сообщества и я вижу что это понятие считывается также как фокус здесь этот член это как фокус на считывание информации я вижу что каждая волосиночка каждая антенка у нас миллиарды вот этих волосиночек антеночек энергетических они имеют вид таких глазок и они так раз то есть просил посмотрел и спрятался и так идет такое деликатное считывание информации деликатный запрос он так вот как бы притронулся чуть-чуть потрогал определил и забирает это обратно назад чтобы передать информацию вовнутрь с точки зрения а вот идет со стороны антимеря этот член это считывается как буквально как акт насилия я слышу активировать насилие активатор насилия идет такое знаешь как поршень такой напор как будто это какой-то агрегат металлический который направлен по направлению к первотворцу такой напор как в трансбойте знаешь такой сильный напор и спрашивается только для того чтобы подчинить а спрашивается на основании лжи считывается фокус на ложь и этот фокус и в секторе магии считывается эзотерический контекст еще какое-то слово звучит какой-то консенсус магический эзотерический вот ложь магия эзотерика насилие это все одно и то же и она забирает свою энергию с этого как мы говорим пиндера этого члена члена насильника хорошо пусть вернет себе со всех мест весь свой потенциал все частички души всю свою очищенную энергию пусть полностью обесточит все те программы механизмы которые питались ей энергией ее и карман знаешь кто она кто говорим вот почему у нее шесть крыльев а у серафима этого дьявола тоже шесть крыльев он был тоже такой светлый он тоже был как насчитывается как мать материи как матрицы скажем творческого процесса и он такой был он был тоже такой как мыслитель вдохновитель только он подчинил все его эго и лжи она подчинилась и получилось что как будто бы зашла в его владение то есть он как бы захватил как рукав такой и она сейчас вышла и прямо звучит мать мира а какого мира вот считай информацию какого мира она снимается из себя она такая большая как этот как такой светящийся шар а на ней навешаны такие лапки она это все вытаскивает угнетение как такие колышки знаешь позабивали в нее пространство и она это все вытаскивает я говорю чтобы она освободила все ее личное пространство и общее от этих ярлыков которые понавешивали эти пиндеры потому что в пространстве вот этот пиндер вот этот он и есть он через считывается через агентов вот этот дьявол через человеческих агентов работал то есть находился какой-то искуситель в человеческом обличии который проявлял эти программы и работал на руку антимира и она вот так скинула как всеми крыльями одновременно и вот этот образ этого дракона полетел вниз она говорит что она предупреждала что так будет кого предупреждала что у него его этого который там вот летит вниз вот этого хозяина антимира демона смерти ну когда же они слушались да ладно пусть Лидия почистит все свое личное пространство все что связывает все энергии с антимиром которые связывают в портал портал пусть закрывает и пусть выше поднимается к первоисточнику чудеса какие-то снимает маску а маска у нее на лекция ну разные маски есть помнишь как это приходила к нам НЛПшница она же не зря пыталась там знаешь маску нацепить как эти колдуны все на работают под одними программами да вижу Лидия снимает маску как будто есть такой вот этот динозавр а у него такой клюв он большой с таким щеком и вот она снимает это это вот эти считываются как трафареты на которые которыми закрывают вот антимер закрывает истинное значение смысла в энергии хорошо пусть выбрасывает в портал маску вижу такой у нее выходит такой шар она говорит восстановление родовых программ Юрий это кто Юрий это сын слышу Юрий он по отношению к ней вот сейчас он находится как в секторе магии и на нем тоже вот такая же маска с этим клювом пусть сейчас Лидия его эфирном пространстве родит чистым свободным без уже этих программ которые она проработала которых избавилась пусть ему передаст информацию о освобождении она его вот так как будто бы родила обратно и через себя вот так перенесла к первоисточнику он находится в ее пространстве и она просто извергает из себя все эти черные энергии отцепляет потому что ее сын в ее пространстве и она имеет право решать вместо него хорошо она говорит ген смерти уничтожен и вот так берет вот эту снова эту штуку так как разворачивает вот это такая не петелька оно как будто было хромосомено посредине два раза или три вот так седряно зажато а сейчас она безвольно просто так вот рассоединилась и она выбрасывает это подсоединяет отца сына хорошо и руку протягивает вот в сектор принятия решений и говорит что она отказывается от дисгармонии смерти она отказывается принимать дисгармонию смерти и отождествлять себя с этими программами и она вот так уходит как-то как будто божар цена такая сверху на энергосфере вот так все уходит и она взлетает выше я передаю информацию чтобы она уничтожила на полную аннигиляцию отправила все эти чужеродные энергии и восстановила свое эфирное ДНК свой эталон гармоничной вечной жизни гармонии жизни здоровья красоты процветания альфогенетику свою альфогенетику так интересно вот как будто бы крылья не сделаны хорошо все светится энергосфера абреллатор и она вот так смотрит и тут в седьмой чакре там как будто бы считывает она так как будто бы озеро какое-то водяное посчитывается печать что это за печать как оранжевая печать считай информацию что это за печать посчитывается как печать смерти как запечатать и этот оранжевый свет вот так это подключ вот так как два какие-то вот как водоросли фиолетового цвета фиолетовый цвет но превратилась в фиолетовый цвет такие два вот эти как лоск куда они тянутся с читой информации эти усики они вот так потянулись вот как правой ноге если в ее пространстве вот внутри да ну шар вот так пошел в торт а вот это с головы вот так пошло оно похоже на ленточное усчитывается как ленточный паразит глист потом пошла такая черная как жилка сектор интерферентов а этот ленточный он как ленточный этот ну фиолетового цвета сейчас я посмотрю что это подстройка вот паразитические программы настройка на паразитизм принятие паразитических программ как свое личное пусть сейчас лидия эту печать вытаскивает и отправляет в портал на уничтожение печать смерти она это вынимает это как энергетическая настройка быть жертвой и привлекать паразитов ну вообще в пространство она это вынимает как такой гвоздь с ляпкой с такой оранжевой и с этими такими штуками и отправляет в портал на утилизацию хорошо и сейчас я вижу что буквально она вот так как будто она встала на какую-то ступеньку вот так знаешь как вылазит на что-то такое высокое и кому-то кому-то руку подает кому лидия подает руку с информацией она сыну подает руку там кто-то еще муж сын прошел а муж в этом пространстве вот такое пространство как шар изнутри она его за руку тянет а он так бум головой и не прошел пусть лидия передаст мужу информацию о освобождении мы тоже передаем с наших сеансов пусть он все оставляет все подключки программы карму в антимир и пусть проходит он берет информацию как книги вот так под руки под мышки и и когда я вижу что у него под ногами образовались такие как свистящиеся ступеньки и вот это пространство черное оно растаяло просто растаяло считывается как магнетизм получилась пройти да да я ну это как будто в будущем я говорю чтобы она соединилась как бы с первоисточником жизни гармонии и передала информацию очистила все ее пространство пусть передаст информацию всем светлым душам всем тем кому она хочет передать пусть оставит эту информацию в эфирном пространстве для всех желающих там когда она очистит свой дом там такие волны какие-то идут вот в сектор магии как будто металлические такие что это за волны считай информацию источник что за источник она мне показала вот так такой как будто резиновый коврик такой возле пола ой на полу возле двери она вот так раз подняла а там какая-то пулька такая там кто-то колдует за дверью входной да там нижний порталик сидит какая-то ведьма она как будто бы висит в пространстве на таком как на как на метле такой платок считывается потомственная ведьма так прикажи века сейчас этой ведьме отвечать что она делает в пространстве лидии она говорит про она хирует ферманки почему-то звучит хирует я вижу рука и она вот на какую-то руку смотрит и там когда она смотрит то там такие черные прорастают как корни какая цель этого ее колдовства считай информацию я вижу что она делает ритуал после двери паук какой-то как будто паутина как половина правой половины двери таким белым белой паутиной затянута она что-то там делает прикажи ей отвечать смысл и цель этого ритуала какой так она показывает такие как шарики я вижу что они такие как клубочки из паутины звучит как распространить типа как родить распространить вот эти коконы в общем пусть сейчас Лидия этой ведьме прикажет убрать это колдовство все последствия этого колдовства карму на эту ведьму и в порталы на уничтожение я вижу что Лидия рвет вот так соники и отсюда такое принятие решения такое яйцо все паутина и она вот так этим яйцом прямо этой ведьме в рожу от программы я говорю чтобы все программы открывается дверца сейфа и посыпались копеечки забирают потенциал энергию я передаю Лидии чтобы Лидия вернула весь свой потенциал все свои материальные проявления все что забрала эта ведьма все что Лидия отдала по незнанию вот пусть Лидия вернет себе ее потенциал а ведьме пусть отдает карму и все эти программы которые поставила и чтобы Лидия сожгла ее ее пространстве я вижу как эта ведьма забирает эту паутину и вот эта черная дверь она все вот так ушло и так вспыхнула дверь и все превратилось все пространство Лидии очистилось стало чистым как сейчас выглядит эфирное тело Лидии напиши я вижу она за руку держится с мужем и с ребенком и как будто бежит по такому лугу с цветами хорошо так сейчас пусть Лидия еще отменит пару решений такой был у нее случай пусть Лидия отменит свое решение красть помаду в магазине пусть она сейчас своим теперешним сознанием зайдет в тот момент и отменит это свое решение она положила обратно я вижу как это вот как будто бы нарисовала эту помадку это символ понравится антимиру сделать что-то ну любые вот эти как говорится ангрифи так называемые это все антимир соблазняет человека делать чтобы уличить потом человека в том что человек такой же как и они заслуживает тоже на те же самые уничтожения что антимир она отдала эту помаду захлопнула дверь говорит я другая именно вот это не дает такие вот происшествия небольшие они на подсознательном уровне душа знает что не может человек делать какое-то зло воровать и жить и распрепятствует духовному росту точно так же как не может человек колдовать и жить и подсознательно это те блокировки которые препятствуют возвращению домой к первоистокам жизни и она говорит я другая отлично так так же пусть Лидия отменит все свои решения когда она на день рождения свое или сына задувала свечи устраивала для сына такие день рождения с задуванием свечей и пусть эти все свои решения отменят я вижу она говорит я мать но от нее идет информация я мать гармонии так вот этой ситуации тоже соединись так так же пусть Лидия отменит все свои решения приносить клятвы какие она приносила в этом воплощении там в октября то еще если какие-то были пусть это все отменит пусть полностью очистится от всех связей с антимиром отменяет отлично хорошо от этой ситуации оценись посмотри сейчас еще раз на эфирное тело Лидии опиши как сейчас она выглядит все ли в порядке выглядит как солнце у нее свечение такое вот как корона только у нее как солнце яркие лучи вверху здесь седьмая чакра огромная и она вся такая пушистая не пушистая а такие вот эти считаются как гармоничные волны они как крылья как много крыльей хорошо спроси Вика сейчас у Лидии она на сегодня все сделала миссию свою выполнила да хорошо мы для нее все сделали спроси сегодня да хорошо тогда мы с ней прощаемся на сегодня отсоединись от всех и от всего проверяй все пространство вокруг себя все ли чисто все ли порталы закрыты и будем выходить да все закрыто хорошо тогда сейчас я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю один два три открывай глаза потрясающий сеанс вот это да ген смерти уничтожен это ли счастье мы еще не встречали светлого серафима скажем так да шестикрылого первый раз я сначала испугалась по правде говоря напряглась думаю столько всего у меня было а может быть не дай бог я это он очищаюсь вот а я светлый ну не может младенец пойти и с воином воевать правильно я думаю этот принцип срабатывает то есть на равноправных да потрясающе а я и удивлялась он ведь с самого первого сеанса у меня появился в сеансах то есть вот не только приспешники но и он постоянно вот выходил что в одном что в первом что во втором ну конечно весь сеанс ужасно было по ощущениям подташнивания все вот эти вот и только в конце полегчало да когда вот уже прошло вот это очищение потрясающе совсем другие ощущения ну еще на физике будет очищение да принимать только все что хорошее и правильное для души для гармонии души для вечной жизни и для вселенной отбрасывать все эти всю тучушь что на нас навешали ну вот держать перед собой в сознании вот этот образ священной чистой души этой гармоничной жизни которая грядет и потому что как говорится куда целимся туда и попадем да ведь вот я то что не озвучила опять и вот она все равно прошла в сеансе я ведь вот почему-то взяла и опустила что возвращаю гармонию вот я прямо выделила это важно потом думаю ну ладно это вроде и так само собой разумеющесть и вот как она прозвучала а еще вот я опять понимаю насколько у меня тоже шла подготовка к сеансу ведь там еще в больнице у меня очень проявился как раз грибок и ни с того ни с сего ну то есть лечение конечно сильное было но такого все равно не было и прямо во рту и применяли противогрибковые средства все это было так неприятно и вот они эти грибки и вот это вот было было взаимодействие вот это тоже как оно все надо же потому что мы иммунитет можем выработать только тогда когда соприкасаемся с этим а грибы тоже что-то странное такое ну такая получается форма жизни это еще форма жизни я приготовила грибы готовлю грибы а дочка говорит у нас что сегодня грибы будут я говорю да мам а ты знаешь мне ну мой младший сын ей говорит Руслан мне сказал что грибы это все тело гриба это ну так наука говорит что это вот просто как один член то есть ничего больше нет только один член и споры разбрасывают да а тело его как бы вот это грибница то есть получается что сам гриб это как будто бы член который живет сам по себе своей собственной жизнью и распространяет вот эту инфекцию то есть получается так что грибок это как будто это сам источник вот этих паразитических насильнических насильнических программ и генетических вот этих взаимодействий и подчинения этим программам паразитизма вот только только сейчас вспомнила то есть она сказала я еще подумала как-то мне это ну показалось такими странными оно ничего не странное вот оно все всплыло как раз в связи и я просто удивляюсь как вселенная готовит нас как она просто говорит мне вот когда что-то нужно это было еще лет 12 назад вот мне просто нужно я не знаю что со мной случилось помню чувствую какое-то воздействие чужое не могу понять что это такое захожу в интернет беру какую-то книгу нахожу по психиатрии открываю именно на той странице там много-много страниц я так как-то перелистываю в какую-то программу зашла перелистываю так-так-так раз и остановилась и там написано как снять с помощью медитации снять то что да гипноз а меня один человек загипнотизировал он психиатр то есть он просто буквально несколько фраз ко мне бросил когда разговаривала с его как бы коллегой и потом эта коллега сказала моему знакомому психиатру скажи Вике чтобы она не приходила у меня подруга психиатрической больницы работала и мы сотрудничали мы приносили там я как бы поставляла эти продукции в аптеку там вот я приходила туда и она говорила скажи Вике чтобы она больше никогда не заходила ко мне в кабинет и скажи ей что этот вот я уже не помню как его зовут он ее загипнотизировал а это я узнала уже после того вот я почувствовала это вечером я это себе после работы сделала и там такая медитация там была ну типа как мы работаем в эфирном плане то же самое я увидела эту голову смеи и я увидела душу как это все открыто я с ней говорю я не знала что это но мне все шло что это как бы открылся этот внутренний критик вот это пространство я это все позакрывала как мне душа подсказывала я просто с ней говорила я все это сделала в эфирном плане и таких случаев очень много то есть где-то что-то кто-то сказал где-то мне нужно вот мне нужно было вот думаю я такую какую-то книгу интересную читала я по ней работала что это за книга потом я начала вспоминать а вот это Ицхак Пентасевич моментально я в разговоре с клиенткой потому что у нее там ну просто темный лес за одну жизнь такого переделать и везде побывать это нереально просто но она умудрилась я говорю это нужно просто очень сильно упражняться делать упражнения поменять эти привычки думать о чем-то говорить о чем-то ну и так далее я это с ней говорю я просто вспоминаю это имя я завожу сразу в этот в гугл нахожу эту книгу я вспоминаю я вспомнила раньше и имя название книги вспомнила и тут же ее нахожу это книга тренер да не смотрела в планах да то есть это вот так вот просто идет то что нужно это точно так же как ночью я готовлюсь к сеансу который будет утром да ну я надеюсь после этого сеанса у меня внутренний критик тоже заработает уже так по конкретности видочка внутренний критик работает не после сеанса а нужно работать на уровне сознания потому что что такое внутренний критик это наше решение то есть решение сознательной части что это хорошо а что это плохо то есть всегда нужно себя буквально как я говорю находиться в состоянии медитации что это такое не сидеть в позе лотоса а постоянно быть обращенным к себе запросом конкретным вот поэтому как раз и можно определить медитацию правильную от медитации неправильной то есть она не просто неправильная она вообще ведет к подключению к антимиру если в медитациях идет обращение во что-то на какой-то объект настраивается на какой-то объект во внешнем пространстве это может быть что угодно там учителя туда-сюда какие-то например понятия например пустота это тоже бред сивой кобылы как можно что-то узнать если ты не знаешь что как можно настроиться на то на что ты не понимаешь это абсурд уже заложен в самой медитации это противозаконно это ведет к смерти гибели души что такое медитация это внутренний диалог сам собой своим подсознанием я видом медитации там миллионы могут быть да смотрите я например еду когда мне нужно на больших дистанциях ехать я часто вот это называется как дорожный гипнотизм то есть куда-то улетела едешь автоматически и постоянно себя медитирую как я говорю я здесь и сейчас то есть команда подсознания здесь и сейчас это медитация то есть какая еще вот эти все аффирмации это и есть медитация например я с каждым днем все лучше и лучше слышу себя внутренне я лучше и лучше настраиваюсь на источник жизни гармонии то есть прописать прочувствовать продумать как вы посоветовали для меня для моей души очень важно даже не писать а вот прописать можно чтобы сконцентрироваться собрать это в кучу и создать некий образ себя совершенно именно так вот я один раз написала и у меня сформировалась уже эта цепочка такая структурированная да да вот и мне конечно хорошо работает очень хорошо работает потому что наше сознание это наше все мы часть единого вселенского сознания вот и отбрасывать то что нам не нужно просто его не принимать потому что есть только две опции принять не принять то есть это для меня хорошо и тренировки я например делала тренировки тот кто тренируется тот и приобретает опыт и это заходит подсознание я тренировалась например вот произошла такая ситуация она мне не нравится я возвращаюсь обратно и спрашиваю себя а где тот момент когда мое подсознание давало мне подсказку а я его не послушала ну а если есть вопрос есть всегда ответ я раз вспоминаю а да было такое было я стояла как бы на распутье сделать так или сделать так я сделала вот так ага вот это было неправильно на следующий и даю себе установку на следующий раз когда я буду слышать голос своего подсознания как это оно со мной говорит у каждого по-разному может происходить понимаете каждый по-разному ага вот это вот так хорошо и таким образом мы начинаем слышать себя свою душу а у нее она просто запрограммирована вот этот код жизни это уже программа на самоисцеление на вечную жизнь на гармонию на все то есть это нам не надо не принимать а что же делать как оставаться чистым и мне просто это пришло не надо быть съедобным я вспомнила я вспомнила вот эту историю это возможно это правда была а возможно это так описывается просто в веносказательной форме в библии вот этот сам принцип не быть съедобным я это так поняла и ощутила описывается там как этого пророка Даниила по-моему его короче за то что он правду говорил этим царям отступникам да то потом бросили в яму со львами чтобы львы его там сожрали вот и он там сидит день два три и спал и ничего львы его не кушают ну и царь решил что львы подвздох если этого Даниила не забрать оттуда то есть он несъедобный таким мы наша защита должна быть это наша чистота никакие да там ритуалы помощники символы я не знаю что еще у эзотериков этой дряни очень много но это еще больше мешает а вот эта чистота абсолютно информационные энергетические уровни прямо ну противоположные и поэтому в пищевой цепочке то есть этот Даниил он вышел из пищевой цепочки этих зверей это точно так же можно наблюдать просто на физике идут два ребенка одного собака кусает один раз второй раз а другого нет почему потому что кусают того кто боится а тот кто не боится сам нападет на этого собаку и сам побьет отгонит и это видно по многим случаям как например гусь или кошка отгоняют огромного кса именно сах включает вот эти программы подчинения паразитам и включает человеческую душу в пищевую цепочку паразитов ну тело и душу и все такое да а нужно выйти из этой цепочки стать несъедобным настолько чистым и лучистым чтобы они просто зубы поломали чтобы у них даже мыслей не было у них даже мыслей так далее нет они не видят в этом человеке этого ну как объект для съедения да я это даже заметила сейчас на бытовом уровне стала уже моя реальность меняться она становится такая более светлая более жизнерадостная я иду в магазин меня уже маску не требует хотя я смотрю все стоят в масках то есть раньше когда я там эти писала претензии это тоже не все получалось но да это вызывало прям тоже энергозатраты определенные которые мне не хотелось делать а сейчас все становится легче вот я чувствую моя реальность она какая-то становится ну прям замечательная счастливая радостная и это все вот я считаю результат работы над собой и за что я вас тоже очень благодарю потому что продолжаю дышать и буду продолжать теперь вот можно будет продышать деньги обязательно пока я делаю деньги по съезду не дышите уже вот-вот будет готовая замечательно потому что я я уже так чувствовала с самого начала вот многовато там этого негатива вот и в один момент буквально на прошлой неделе я так эта музычка идет афирмации идут а я уже в этом состоянии я села и пишу и пишу и пишу и пишу и наверное на этих выходных я уже это все проверю потому что она уже вся написана может подкорректировать нужно вот там уже она по нашим правильным принципам потому что там очень много неправильно там много-много негатива идет да то есть там смотрите то что мы проговариваем часто то что мы говорим как в настоящем да а там говорится о прошлых каких-то событиях как в настоящем то есть переносится вот этот негатив в настоящее а все негативное нужно в прошлом да а в настоящем то есть нужно еще я так делаю святое место пустым не бывает то есть от чего-то отказываемся сразу же наполняется это чем-то да да я стала обращать на это внимание на употребление времен да да вот это хорошо я даже себе помечу так что я постараюсь даже сегодня завтра отослать эту ну эти аффирмации чтобы Витя сделал уже медитации да нашу вспомнила что я мать материи интересно очень интересно буду еще пересматривать а может быть не стоит уже там такие а как захотите да я не хотела свой сеанс смотреть я его ни разу не пересмотрела ни одного раза я его не закачала хотя он есть там на канале у колоджера я его не закачивала не пересматривала вообще думаю все что было ушло не хочу в этом даже копаться вообще и это очень правильно и сегодня как раз да вот это подтверждение как мы этими щупами пощупал определил и спрятался не нужно там ковряться это было очень интересно и так понятно как вы объяснили это вот прям хорошо вот ладно не буду больше задерживать уже у нас позднийся еще раз спасибо большое родные уже вы стали спасибо благодарим да удачи берегите себя пусть все будет хорошо спасибо